Всем здоров, братва на связи, как всегда я, Малфой! И это 93 серия пути бомжа на Хасл Онлайн! Своего бустера я продал за 13 миллионов, это вы уже знаете. Но сейчас я веду переговоры по поводу его покупки, но уже дешевле. Стараемся уговорить пацанчика на 7-8 миллионов, и пока что он ломается. Ладно, окей, залетаем в казино, самое время крутануть бесплатную рулетку. И вот как красиво идет на машину, ну, ну, ну! Это просто закон подлости, выпали мне очки опыта. Выкидываем все скины, которые уже давным-давно копятся в призах. И вот цветочками и рюкзачком наш Богданчик отправляется в школу. Да, братва, как тот, каждый день ходит в школу, я также каждый день хожу на канты. Владлен Эскобар моя училка держит цветочки, и оп-оп-оп, погнали смотреть, что заспавнилось. Заспавнилось? Одежды, аксов я не вижу, и тут прям заспавнилась одна техника. Меня начинают перебивать, и как только цена 200к, красиво, оп-оп-оп, убежали. Ну, крысы! Внутри канта я смотрю не так все и круто. Техника есть техника. Ну, а по ценам слабенько. Пытаемся открыть еще один такой же контейнер, но и цена уже 250к. Так, короче, не имеет это смысла. Отправляем объявление о покупке дома с огородом, и думаю, на данный момент это лучшее вложение средств. Продавцов оказалось намного больше, чем я думал, и вот меня интересует все, что подешевле. В Армейске у меня уже был огород, а тут можно взять бонусом и дом всего за 33к. Торгуемся на 30, и, короче, нужно ехать вживую обсуждать, так он не захочет. Пополняем сытость на 100%, берем каршеринг, и вот это тот самый дом. Огород здесь привязан, я, правда, не знаю, как он мне его передаст. И самый главный момент, что при желании я смогу рядом купить еще один участок. И то есть будет два рядом огорода, и, соответственно, в два раза больше прибыли. По цене мы сошлись на 31 миллион, и пока у него там проблемы с интернетом, давайте спросим в рацию, кто, может, еще продает здесь домик. По цене вот Денис пишет 33 миллиона, за 30 ни в какую, и вроде как это рыночная его цена. Спустя аж 15 минут ожиданий, наконец-то продавец очнулся. Все, условия вроде обговорили, предлагай. А в смысле ты не можешь предложить? А, точняк, у меня же дом на колесах. Хотя странно, одно другому же не мешает. Это транспорт, а это дом. Короче, братишка, жди, сейчас я быстренько все продам и приеду. Перемещаемся на авторынок высокого класса. Напомню, что это крыто я покупал за 4 миллиона в салоне. И реальная цена, чтобы быстро продать, но где-то ляма 2. Флудим, умоляем о покупке. И вот он, барыга, предлагает 1.9. И опа-па, все мы быстренько продали. Короче, я уже на месте. Паблио кидает предложение. Или стой, не кидай это. Опять пишет, что у меня есть дом. Ааа, помните прошлую серию? Я же там ставку на аукцион квартиры сделал. Все я понял, сейчас решу. Перезаходим на сервер. С другого аккаунта я просто перебил цену. И вуаля, уже точно все. Проверяем 31кк, он указал правильно. И все, готово. Только вот огород до сих пор находится в его владении. И кажется, вот тут нас и могут обмануть. Но мне тву-тву-тву попался нормальный чувак. И за 70 тысяч я у него выкупил этот огород. Тут, кстати, наполовину созрела Майуанну. Хороший сюрприз от старого владельца. Так, внутри дома обычный интерьер. Старая советская хата. Ну и тоже хорошо, что оплачено на 25 дней. Покупаем 4 уровня улучшений. Скидываем барахло прям сюда в шкаф. И я уже готов полноценно заниматься огородом. Для начала нам, разумеется, нужна лейка. Покупаем за 13к. Но из семена огурцов я потом расскажу, зачем именно они. И зачем так много. Прямо сейчас будет завоз на свалке. И это грех пропускать. Погнали на поиски. Инструменты мои перебили. Ноутбук Apple тоже не отдают. Спутник прям точь-в-точь как те два. И просто из всего завоза я забрал только аккумулятор. Ну ё-моё. Воду набрать в каком-то болоте не получилось. И приходится прям из моря всё набирать готово. Так как наша весёлая трава созрела на 50%. Нужно полить каждое растение. Чтобы почва была очень влажной. И всё. Приедем через час. Уже соберём весь урожай. Пропускать конты я, разумеется, не собираюсь. Братве передаю пламенный приуэт. И вот тут какие-то читаки налетели. Или что? Как фура здесь оказалась? Пытаемся открыть разные виды контов. И игроки просто сошли с ума. Делают такие ставки, что купиться на конте это просто невозможно. Ладно, что там наш огород? Видим, что почва сухая, это ничего страшного. И вот ещё чуть-чуть и будем собирать. Красиво с каждым кустиком тыкаем альт. Собрано, если что, 280 грамм. Но пока что продавать я её не буду. Лучше прямо сразу засажу здесь огурцы. Которые созреют ровно через час. Почему именно они? Да тут всё просто. Весёлую траву поливать нужно аж два раза. Огурцы раз вначале полил и просто забыл. Очень удобно. Ну всё, я выхожу из игры и встретимся уже утром. Йо, братва, всем здорово. Давненько так рано я не просыпался. И вот в оффлайне купили две сумки Гуччи. Смотрим, что там по огурцам. И как я и думал, что все они созрели. Хотя полил я их только один раз. Урожай успешно собран. В свободные ямки опять засаживаем огурцы. Всё поливаем. И по сути вот так вот за 5 минут можно делать по 30 косарей. Это прям хороший-хороший бизнес. Так и ещё когда выйдет обнова и будет акция Х3. Цены на всё вырастут. И мы ещё и тут заработаем. Может я кого-то удивлю, но ровно в 7 утра происходит ежедневный завоз на свалке. Ого! Я и не думал, что в такое время будет так много игроков. Забираем ювелирно два спутника, разбитый телевизор, аккумулятор, телефончик. И получается всё. Продаем в антикварный магазин, в том числе технику с того самого конта. И туда-сюда на балансе у нас 46 миллионов.